Девушки отдыхают Мясо у анаплопомы очень нежное, богатое белком и содержит малое количество жира. Частое употребление его в пищу способствует оздоровлению кардиоваскулярной системы. Ну что ж, скорее записывайте рецепт этой рыбы под соусом из черного перца. Для этого блюда вам понадобятся анаплопома, яйца, салат латук, лимон, краснокочанная капуста, хлеб, кукурузная мука, черный перец, коньяк, сливочное масло и соевый соус. Давайте начнем. Хорошо. Анаплопомы сейчас можно купить в любом супермаркете. Верно. А можно ее заменить на какую-нибудь другую глубоководную морскую рыбу? Можно. Можно, например, взять пангасиус. Да, это популярная рыба. Также подойдут и китайский окунь, и обычный окунь. Они тоже? Да, только нужно очистить их от чешуи и костей. А нарезать на ломтики, да? Нет, на круглые куски. Понятно. Да. Морские глубоководные рыбы, как правило, не водянистые. Да, и к тому же и костей в них мало. И мясо у них очень вкусное. Верно. И питательность намного выше, чем у пресноводных рыб. Смотрите, у анаплопома, можно сказать, всего одна кость, и она совсем не жесткая. Согласна. Она очень мягкая. Мягкая? Да. И сама рыба пожирнее будет. Верно. Поскольку это морская рыба, то у нее эти жиры ненасыщенные. Кроме того, она легко усваивается и переваривается, потому что она содержит омега-3, ненасыщенные жирные кислоты. То есть это отличный выбор? Да. И доступный? Да. Пангасиус, баса, красный пагород, все эти виды рыб можно использовать в этом блюде. А что нужно с ним делать после покупки? Прийти и нарезать на кусочки? Рыба в супермаркетах продается уже в очищенном, разделанном и порезанном виде. Это точно. Если нет порезанной, то можно попросить нарезать, указав, какой толщины вам нужны куски. Да, и вам нарежут. А дома нам останется лишь удалить чешую. Анаплопома относится к морским рыбам. Ее мясо очень питательно и имеет сладковатый привкус. Кроме того, оно богато белком, витаминами А, Д, Е и другими, а также содержит крайне мало жира. Оно легко усваивается и подходит для всех возрастных групп. Мы ее сначала замаринуем? Да, обработаем ее по-простому. Не будем делать с ней ничего сложного, потому что она и так отличный пищевой продукт. То есть она сама по себе очень свежая? Да. Поэтому в процессе приготовления мы не будем класть много приправ. Да. Будем есть оригинальный вкус. Наша задача просто подчеркнуть ее вкус. Добавим немного лимона. Сегодня мы готовим больше на западный манер. Я бы назвала это симбиозом кухонь. Смотрите. Это же кукурузная мука. Да, мука, которая используется в приготовлении сладостей. Я подумала, что вы сначала сделаете анаплопому, а потом к ней приготовите сладкую кукурузную кашу. Это же мука, а не крахмал, да? Да, потому что кукурузная мука обладает приятным вкусом и отличным ароматом. К тому же кукуруза относится к грубым зерновым, которые в повседневной жизни мы употребляем в пищу довольно мало. Она является отличным продуктом с точки зрения вкуса, питательности и цвета. За исключением случаев, когда нам нужен определенный цвет, кроме желтого и белого, я в основном всегда использую кукурузную муку. Там, где нужно что-то пожарить до золотистой корочки. Да. Кукурузная мука подойдет лучше всего. Да, все верно. Идеально. Вы должны понимать разницу между кукурузной мукой и кукурузным крахмалом. Крахмал используется, когда жарим в апритюре. Да, он более мелкий. Все верно. Ну а мы пока сделаем необходимое приготовление. Так, рыбу мы мукой посыпали. Далее мы кукурузной мукой разобьем одно яйцо. И обваляем в нем рыбу. Да, китайские повара это называют посыпать мукой, покрыть яйцом. А чем это отличается от обычного кляра, который используется в китайской кухне? Эта оболочка получается немного тоньше, чем кляр. Если попытаетесь сделать из такой смеси кляр, то он просто не удержится, потому что будет сильно жидким. Понятно. А если будет погуще, то будет сильно толстым. Далее мы... Листья салата латука будем выкладывать с краю. Да. Получается, рецепт жарки рыбы и стейка одинаковый, да? Да. И соус из черного перца тоже для нее подойдет, верно же? Да. Этот соус подойдет для многих блюд. Да. При таком способе приготовления лучше использовать сливочное масло, верно? Да. Оно придает насыщенный аромат. Но если его нет под рукой, подойдет и обычное, растительное? Растительное, арахисовое. Но если рассуждать с точки зрения сочетания вкусов, то сливочное все же будет идеальным вариантом. Да, сегодня мы его и будем использовать. Дополняем блюдо с салатом и краснокочаной капустой. И другую зеленью. Хорошо. Так, включаем огонь. Оперичный соус вы замешаете отдельно или прямо в сковороде? Мы его зажарим отдельно. Зажарим отдельно? Так можно будет сделать соус по собственным предпочтениям и есть с ним в прикуску. Отлично, будем макать и есть. Да. То есть дальше мы будем учиться, как правильно... Жарить. Обваливать в яйце. Мы уже обваляли рыбу в муке. А в яйце еще нет. Секундочку. Масло нужно хорошо нагреть, чтобы оболочка сразу схватилась. Если оно будет холодным, то все расползется, да? Не расползется. Но вот по мере нагревания начнет терять жидкость. И что с того? Если кусочки потеряют много жидкости, это может сказаться на вкусе и мягкости рыбы. Поэтому вы хорошенько нагрели и сковороду, и масло. Да, затем огонь нужно уменьшить. Понятно. Значит, когда выкладываем рыбу, огонь нужно сделать минимальным. Верно. Так мы точно будем знать, сколько ее жарить по времени. То есть нужно хорошенько нагреть масло и поддерживать эту температуру, чтобы она росла. В итоге получается, что сейчас мы жарим рыбу, чтобы она приготовилась и закрепила форму. Затем, как вы сказали, мы отдельно приготовим соус. Да. То есть обжарить рыбу с двух сторон до готовности. И останется лишь приготовить соус для макания. Да. И вкус блюда будет зависеть как от вкуса самой рыбы, так и от вкуса соуса. Да. Рыба ведь у нас морская и очень нежная. Если ее есть без приправ, то сильно соленый вкус не подходит. Поэтому в перечный соус мы добавим немного душистого соевого соуса, немного соли и сахара. Вкус не должен быть слишком сильным. Когда готовишь морскую рыбу, неважно, каким способом, главное, не класть много соли. Верно. Потому что в ней уже есть соль. Да, морская рыба уже обладает соленоватым привкусом. После того, как мы окунули рыбу в смесь муки с яйцом, результат получился потрясающим. А если быть это кляр, такой красоты бы не получилось. К тому же курочка была бы толще. Точно. А сейчас рыба выглядит очень аппетитно. Есть люди, которым не нравится блюдо, обваленное в яйце с мукой. Можно и без них, но тогда процесс обжаривания будет намного сложнее, потому что рыба потеряет больше жидкости. То есть нечему будет ее защитить. Именно. Она напрямую соприкасается со сковородой. Смотрите, температура масла при выкладывании рыбы без кляра должна быть еще выше. В таком случае есть вероятность, что все пригорит. Если у вас дома есть духовка, то запекайте в ней рыбу 3 минуты, а потом просто приготовьте соус. Подождите, если не обваливать рыбу, а жарить ее так, то масло нужно нагревать еще сильнее. Да, и тоже обжаривать с двух сторон. Да, но жарить короче по времени. Верно. Пока золотистая корочка не появится. Да. И снимать. Правильно. Затем в духовку. Да, на 3 минуты. Так, наша рыба готова, выкладываем ее. Хорошо. Прежде чем готовить соус, нарежем ингредиенты. А что нам для него нужно? Измельченный лук. И все? Да, и все. Совсем чуть-чуть? Да. Так. Начинаем готовить соус. Да. Затем мы добавим сюда немного сливочного масла, да? Да. Как раз хотел у вас спросить, можно ли рыбу пожарить на сливочном масле? Можно. Нужно немного. Эта рыба ведь очень ароматная, да и жир в ней есть. Поэтому у сливочного масла много не надо. Оно нужно лишь для придания аромата. Когда начинаете готовить соус, масло нельзя нагревать слишком сильно. Вначале обжарим лук. Масло нужно лишь растопить и все, да? Да. Обжариваем лук. Затем добавляем немного черного перца. Смотрите, появился приятный аромат. Черный перец используем грубого помола. Да, не сверхтонкого. Понятно. Вообще перец бывает разного помола. Грубого, среднего, тонкого и сверхтонкого. В обжаривании блюд мы используем перец грубого помола. Да, лучше использовать молотый продукт, в этом своя польза. Да, перец можно намолоть и самим. Потому что в магазинах он продается в основном в порошковой форме, а это тонкий помол. Да. Чтобы было вкуснее, ни в коем случае не берите черный перец сверхтонкого помола. Верно. Так, в этом временем добавили водички. Да, тепленькой. Да, приправим. Соевый соус. Затем сахар. Так. Соевый соус это типично китайская приправа. Да. Если бы это блюдо готовили в ресторане западной кухни, то его бы точно не добавили. Да, они его не используют. Просто бросают соль и все. Да, именно так. Крахмал. Вот он здесь. Мы добавляем крахмал, разведенный в воде, чтобы соус загустел. Да, соус готов. Перечный соус готов, да? Да, в этом соусе можно и кусочки говядины обжарить, и гусиную печень, много чего. И для овощных блюд тоже подойдет? Да. Например, брокколи. Верно. Смотрите, рыба у нас готова, соус тоже. Осталась мелочь. Нужно все выложить на тарелку и обжарить хлеб. Вы хотите все выложить сначала? Да. Посмотрите, соуса налили совсем чуть-чуть на тарелку. Просто промазали слегка. Да. Как соус приятно пахнет. Остается лишь выложить салат. Да. Затем все посыпаем солью. И можно будет есть? Да, можно. Вообще, блюда западной кухни не так уж сложны в приготовлении. Да. Я это и хотела сказать. Вы еще полили немного оливковым маслом? Да. Если вам кажется, что соуса недостаточно, то можно полить еще чуть-чуть. Готово. Готово. После чего обжарьте ее с двух сторон до золотистой корочки. В другой сковороде растопите сливочное масло. Убавив огонь, выложите мелко нарезанный лук и черный перец, после чего обжарьте их. Затем добавьте воду, соевый соус, сахар, соль, крахмал, разведенный в воде и жарьте соус до загустения. Далее полейте соусом кусочки рыбы и украсьте салатом или хлебом. В этот овощной салат вы добавили лишь соль и оливковое масло? Да. Ченпин сегодня научила нас готовить очень простое, но очень вкусное блюдо западной кухни. Оно очень простое и удобно в приготовлении дома, поэтому стоит попробовать. Мы любим поесть, и нам не лень готовить. Вы пробовали когда-нибудь жареную лапшу быстрого приготовления? Сегодня в рубрике «Лакомые советы» мы научим вас рецепту жареной, сублимированной лапши с сезонными овощами. Вам понадобятся лапша быстрого приготовления, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук и ветчина. Сначала замочите лапшу в горячей воде, затем вытащите и дайте ей просохнуть. Затем нагретьте в сковороде масло, обжарьте измельченный чеснок и нарезанный соломкой лук до аромата. Добавьте морковь, лапшу и ветчину. Затем жарьте, помешивая. После этого добавьте немного устричного соуса, сахара, соусов шанчоу и лаучоу, после чего налейте воды и выпарите ее. В конце посыпьте все зеленым лучком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok